В следующие выходные 13 сентября в нашем регионе, в Ленинградской области, пройдут выборы губернатора. Много лет выборы губернатора были отложены. 13 лет в Российской Федерации не было этого института демократии, одного из серьезных институтов. И по решению нашего президента этот институт восстановлен. Теперь всех губернаторов Российской Федерации, всех регионов будут избирать всенародно с этого года. В нашем регионе 13 сентября пройдут выборы губернатора Ленинградской области. И это, наверное, очень важное и значимое событие для каждого жителя Ленинградской области. Потому что, избирая высшее должностное лицо, каждый из нас пытается, наверное, представить, какие надеждами можно жить в будущем. Что сделано в прошлом, какой сегодняшний настоящий день. И Ленинградской области не стыдно в этом ни в коем мере. Не стыдно и Кингисевскому району. Потому что за, если вспомнить немножко прошлое, за прошлое мы сделали, за прошлые 3-5 лет, я не буду отматывать пленку на десятилетия, за прошлые 3-5 лет мы очень многое сделали в развитии нашей территории. Очень многое сделано именно с помощью и поддержкой правительства Ленинградской области и лично губернатора Ленинградской области. Поэтому все наши добрые дела, все наше развитие в образовании, в спорте, в культуре, жилищное строительство, дорожное строительство, инфраструктурные проекты, все, чем дышит и живет человек каждый день, не по силу району в любом случае сделать одному. Поэтому, конечно, вот эта мощная поддержка из региона, она всегда нам нужна. Поэтому сегодня я хотел бы, конечно, обратиться ко всем киндесерцам, обратиться и убедительно попросить всех осознанно прийти 13-го числа, проголосовать сердцем, как говорят, за ту кандидатуру, которую вы сочтете самую достойную, поздравлять нашу, большую нашу Ленинградскую область. Придя на выборы, вы и сами окажетесь уже непосредственным участником этого всего процесса. Вы сами дадите тот аванс доверия тому кандидату, за которого вы будете голосовать, чтобы у нас на территории Ленинградской области, ну тем более мы кингисепцы, на территории Кингисепского района, выполнялись все те обещания, которые дает представительная, исполнительная власть, регион, чтобы мы стабильно могли планировать свое будущее, чтобы у нас строились социальные объекты, а нам еще очень-очень много нужно, что построить. А самое главное, у нас очень много объектов, которые надо реконструировать. Есть школы, которым больше 50 лет, есть детские сады, которым уже 50 лет, и многие-многие другие объекты, где нужны капитальные ремонты, нужны большие, колоссальные затраты. Поэтому нам нужно иметь этот аванс доверия от населения, которое сегодня видит и понимает, что делает власть ежедневно, и на что мы настроены, и что мы хотим достичь, каких результатов и показателей в будущем. Поэтому этот аванс доверия, который окажут кингисепцы буквально в эти выходные, для нас очень важен. Для нас очень важен каждый голос, каждое мнение каждого жителя кингисепского района. Поэтому я еще раз и несколько раз еще обращусь к вам в этом интервью с просьбой прийти на выборы и выразить свое волеизъявление. Поддержав и придя на выборы большим числом граждан, мы, конечно, понимаем, что легче будет тогда работать и районной администрации, выстраивая отношения в регионе, потому что мы будем защищены этими голосами. Чем больше придет кингисепцев, тем больше районная власть защищена голосами кингисепцев, отстаивая свои интересы на территории своего региона. Чем больше голосов будет у будущего губернатора и больше будет явка, тем легче губернатору такого непростого большого региона отстаивать интересы региона перед высшей властью, перед президентом Российской Федерации, перед премьером, перед министрами Российской Федерации, отстаивая интересы территории, аргументируя то, что нужно сделать, это крайне необходимо, в то или иное направление, опять же, в медицине, в образовании, в дорожном строительстве, во многом другом, для того, чтобы смело идти на эти диалоги, конечно, поддержка губернатора в будущем нужна большим количеством граждан своего региона. Поэтому я больше чем уверен, что кингисепцы активно придут голосовать. Мы знаем много примеров, когда кингисепцы объединялись, сплочались и шли на выборы, и доказывали, что им не безразлично будущее, не безразлично с той властью, с которой они будут жить в будущем. Поэтому я крайне благодарен всем кингисепцам, которые всегда стабильно показывают свою политическую волю, приходят на выборы, не стоят в стороне, а понимают, что их голос – это участие в будущей жизни территории. И я буду очень благодарен всем, кто придет на выборы и отдаст свой голос за будущего губернатора. Я хотел бы обратиться отдельно к нашей молодежи, которая в силу разных причин не очень политически активна, но сегодня мы видим, что молодежь меняется, меняется в лучшую сторону. У них появилось больше амбиции, у них есть интересы к своему развитию, и они не будут, наверное, безразличны в будущем и в голосовании. Поэтому, уважаемые молодые люди, молодые кингисепцы, которые только-только вошли в взрослую жизнь, я к вам отдельно обращаюсь, и очень прошу вас прийти и отдать свой голос за будущего губернатора Ленинградской области. Я очень благодарен старшему поколению, которые на своих примерах, на своей активности показывают, как надо голосовать, искренне заботясь о своей территории, искренне понимая, что каждый голос – это очень важно для будущего развития нашей территории. Поэтому мы вас всех ждем 13-го числа на выборы губернатора Ленинградской области, и надеемся, что этот день будет праздничным, мы постараемся в городе устроить хороший праздник, будут ярмарки, будет много интересных мероприятий, поэтому давайте не поленимся, придем и проголосуем.